В этом месяце жители многоквартирных домов впервые получат квитанции на оплату капитального ремонта. Их принесут вместе с документами на оплату услуг ЖКХ. Какие права и обязанности возникают у собственников, разъясняли в Минстрою Чувашии. Республиканская программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет и включает 4733 многоквартирных дома, общей площадью более 15,5 миллионов квадратных метров. Есть и краткосрочный план на ближайший год. В него включены 280 домов. На их ремонт потребуется около 245 миллионов рублей, из которых 178 миллионов поступят из фонда и бюджетов, а 66,5 миллионов – средства собственников помещений. Вот эти деньги и начнут собирать с декабря. Напомним, аккумулироваться они будут либо на счетах ТСЖ, либо у регионального оператора, на спецсчетах фонда или в общем котле. Платежные документы будут раздаваться отдельно вместе с квитанциями за жилищно-коммунальные услуги. То есть наши же управляющие компании ТСЖ будут нам их доносить. Мы для того, чтобы эту работу организовать, с ними заключили дополнительные соглашения. Платежный документ, требования платежного документа те же самые, как платежным документом за жилищно-коммунальные услуги. Тут указывается, конечно же, платильщик, лицевые счета открываются, сумма начисленная за месяц. И, конечно же, переходящие остатки, какие долги, чего. И также, конечно, есть место для того, чтобы, может быть, какую-либо информацию до собственника домести своевременно. Практически все советы многоквартирных домов решили оставить минимальный тариф за капремонт. 5 рублей 20 копеек с квадратного метра. Точнее, с учетом индексации 5,50 на 2015 год. Собственники встроенных нежилых помещений также участвуют в оплате капитального ремонта. Для того, чтобы накопленные средства не съела инфляция, сейчас подбирают кредитные организации. Процентные ставки будут. Кредитные организации сейчас представляют конкурсную документацию для обнесения их. По их отбору, там ряд критериев есть. И уставной взнос, и доступность населения по оплате именно взносов за капитальный ремонт, потому что, чтобы не было комиссионных взносов. Но решение по отбору кредитной организации будет занимать уже попечительский совет фонда. Не участвуют в программе капремонта собственники жилья, признанного ветхим или аварийным. А также, если в доме меньше трех квартир. Для всех остальных платеж за капремонт обязателен, даже если вы живете в новостройке. Программа актуализируется ежегодно. Соответственно, вновь вводимые дома, значит, тоже включаются в эту программу. И формируют фонд капремонта. У них также остается обязательство, за ними в общем, в течение шести месяцев они принимают решение по формированию фонда капремонта. И через восемь месяцев у них возникает обязательство по внесению взносов за капитальный ремонт. За просрочку платежей по капремонту предусматриваются такие же меры, как и в случае задолженности за жилищно-коммунальные услуги. За исключением пений. Если жильцы многоквартирного дома примут соответствующее решение, пени начисляться не будут. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика.